Здравствуйте, ребята, меня зовут Никита, и сегодня мы поговорим с вами об очень важном переходном этапе истории Римской Республики. Мы поговорим с вами об эпохе гражданских войн в Риме. Это этап, который необходимо было пройти Римской Республике, чтобы двигаться вперед, успешной, средиземноморской и впоследствии мировой державой. Что же вообще такое гражданская война? С этим словом, с этим термином мы с вами встречаемся впервые, давайте разберемся, что это такое. Это внутренний конфликт, раскалывающий население страны на противоборствующие группы. Вообще гражданских войн в Риме вот в этот период было несколько, они были разные. Первая гражданская война в первую очередь связана с вопросами земли, вторая часть гражданской войны связана с вопросами рабов, эти вопросы в принципе очень близки, очень связаны. А вот третий этап этих гражданских войн связан с политической властью, когда население Рима раскололось в зависимости от симпатии к одному или другому правителю. В этой части занятия мы с вами поговорим в первую очередь о первых двух этапах, которые связаны с двумя важными вещами. Это земельная реформа Тиберия и Гая Гракхов и, соответственно, восстание Спартака. Давайте начнем. В чем вообще заключалась проблема земельной собственности, земли в Риме и в Италии на тот момент? Как вы помните, войнами становились только землевладельцы, только люди, ну, достаточно обеспеченные, у которых есть своя земля, парочка рабов и так далее. А войны землевладельцы такие вот не особо богатые, но уже более-менее обеспеченные, уходили в эти знаменательные римские походы, о которых мы с вами говорили. Они возвращались с них, вроде как победителями, ветеранами с большой буквы В, но возвращались они и видели свою землю опустошенной, так как мало рабов и жена не могли обеспечить должный уход их земле. Более того, богатые землевладельцы, которые тоже могли уходить в армию, но у которых было 40, а то и тысячи рабов в одном имении, они просто отбирали эти земли у жен землевладельцев победнее. Таким образом, человек возвращался домой и оставался ни с чем. Его никак не поддерживало на тот момент государство, Рим, Римская республика никак не поддерживали своих ветеранов в вопросах обеспечения. То есть пенсии им никакие не выплачивали. Это появится, но появится чуть позже. А сейчас они должны были найти себе возможность пропитания. И таким образом эти стаи, толпы бедняков, обедневших римлян, просто уходили в Рим, уходили в город, где становились частью огромной прослойки бедняков, которые просили милостыню, перебивались какими-то временными заработками и таким образом выживали. Конечно, это все не могло не напрягать людей особо здравомыслящих, которые понимали, что на самом деле такая огромная концентрация рабов в одном месте. А ведь на вот этих огромных имениях работали только рабы. Концентрация рабов в одном месте и также вот такое обеднение римского населения, это удар сразу в двух моментах. Это удар по боеспособности Рима, так как римскими воинами становились столько римляне-землевладельцы, рабы или бедняки не могли ими стать. А следовательно, если человек становится бедняком, то больше он не вступит в армию и не сможет защищать свою страну. И вторая причина, вторая проблема, это проблема восстаний рабов. Ведь когда рабов так много на одном месте, они могут поднять восстание. Эту идею очень четко и очень быстро понял данный человек. Тиберий Граг. Потомок достаточно влиятельных людей. Человек, который объехал в молодом возрасте всю Италию, увидел ужасы землевладения итальянского, ужасы того, что работают одни рабы. От того, что у такого, так скажем, мелкого землевладельца земли-то толком и нет. Он либо работает на кого-то, либо уходит бедствовать в город. Он, Тиберий, понял, что нужно эту ситуацию менять и становится Тиберий после возвращения своего в Рим народным трибунам. И начинает проводить реформы. Земельный закон Тиберия Грагха. В чем он заключался, в чем его основная идея? Он запрещал всем семьям, будь то бедняки или аристократы, получать из государственной земли, это такой как бы банк земель, хранилище земель, не получать участки больше определенного размера. Что очень важно, если одна или другая семья имеет участок больше этого размера, то они обязаны излишки раздать тем, кто бедствует. Таким образом, эта реформа означала прямой передел земли. То есть мы делим и уравниваем. У всех должен быть не более вот такого участка и не менее вот такого. Таким образом, Тиберий Граг начал передел земли, который, конечно же, не понравился аристократии. В первую очередь, аристокрация заседала в Сенате, а также к сенаторам, к их оппозиции этой реформы, то есть их противостоянию этой реформы присоединился и второй народный трибун, что интересно. Второй народный трибун, Октавий, был также очень зажиточным землевладельцем. И он наложил право вета на реформу Тиберия Грагха. Однако, Тиберий с помощью своей прекрасной речи смог склонить народное собрание к тому, чтобы исключить, снять Октавия с поста народного трибуна. Он так и говорил, послушайте, римляне, почему человек, который не защищает народные права, имеет право называться народным трибуном. И действительно, Тиберий был прав. Октавия сняли, земельный закон был принят. Однако, во время очередного из стычек в народном собрании, так как в нем находилось и много сторонников сената, и сторонники Тиберия, Тиберий был убит. Настолько накалились страсти. По факту, произошел четкий раскол этого общества. Началась та самая гражданская война. Так как у нас были люди-бедняки, которые стояли на позициях Грагха, и были люди, которые стояли на позициях Сената. И их позиции никак не могли достичь компромисса. Однако, что очень важно, даже после убийства Грагха реформа не была отменена. То бишь, она продолжалась, может быть, в менее активных масштабах, но продолжалась. И, наконец, появляется человек, который принимает решение продолжить дело Тиберия Грагха. Это его брат Гай Грагх. Гай Грагх спустя 9 лет после гибели Тиберия был также избран народным трибуном. При нем передел земли продолжился с новой силой. На его стороне была огромная толпа бедняков, которые требовали своих земель. Их требования, по сути, были достаточно законны. Ведь они воевали за Рим. Они завоевали для этого Рима и для этого Сената огромные территории. А получается, вернувшись, они получили ничего. Они лишились даже того, что у них было. Вот основа конфликта. И, разумеется, Грагх пытается им помочь. Так как человек пытался продолжить дело своего брата. Сенат на этот раз еще жестче поступает. В Рим водятся военные отряды. Очень важный момент. То есть начинается активный всплеск насилия и жестокости по отношению к своим же гражданам. Не к рабам, а к гражданам Рима. Водятся военные отряды. Улицы вновь обогрились кровью. И по итогу Грагх вместе со своими сторонниками был окружен. И принял решение покончить жизнь самоубийством. Чтобы не попасть в лапы врага. Таким образом, оба брата Грагха стали такими национальными героями для бедняков. Они стали теми, кто защищал их права и те, кто умер во имя их прав. Однако, что важно, спустя несколько лет после смерти Гая Грагха реформы начали сворачиваться. И по факту разрешение на передел земли был отменен. Соответственно, это разрешение отменилось. И вновь аристократы, вновь богатые римляне получили возможность забирать любые земли у бедняков. Обирание бедного римского населения продолжилось. А значит, конфликт не угас. Ну и второй этап, как я говорил, в гражданской войне в Риме, это конфликт рабов. Действительно, в Риме находилось тогда, ну уж, огромное количество рабов. Мы с вами уже говорили о том, в каких ужасных условиях они существовали. И, конечно, в условиях таких серьезных конфликтов даже внутри римского общества, не конфликтов с рабами, Конечно же, рабы почувствовали, что это их шанс освободиться. И здесь приходит лидер. Приходит лидер для рабов. В гладиаторской школе в городе Капуе возник заговор, лидером которого стал гладиатор Спартак. Спартак был бывшим военачальником. И он прекрасно понимал, как, в общем-то, организовать войско. Как и большинство гладиаторов. Как вы помните, это были чаще всего военно-пленные. Соответственно, Спартак предлагает рабам бежать. Смельчаки в количестве 70 штук соглашаются, нападают на охрану, вырываются на свободу и основывают лагерь на вершине вулкана Везувий. Проблема заключалась в том, что с вулкана Везувий вела только одна дорога, которую римляне очень практично перегородили своими легионами и ждали, когда восставшие спустятся. Но Спартак решил поступить иначе. Из виноградной лозы сплели веревки, канаты, на которых буквально восставшие с подглавенством Спартака спустились с утесов и, соответственно, гористых склонов вулкана. После этого они разбивают войско, которое находилось и поджидало их у дороги. И после этого популярность восстания среди рабов получает неимоверные масштабы, получает неимоверный размах. К Спартаку присоединяется все больше и больше рабов. Весь юг Италии уже охвачен восстанием. Восставшие захватывают, грабят имения, города, освобождая рабов повсюду. Спартак смог также организовать и правильно дисциплинировать войско. Во главе каждого отряда рабов стоял гладиатор. Соответственно, он, как, в общем-то, более опытный в военном деле человек, контролировал рабов при военных построениях. Также Спартак запретил принимать к себе перебежчиков из римлян. Будь то бедняки или богачи, никого. Это восстание напрямую рабов. И Спартак прекрасно понимал, что любой перебежчик, если он придет в стан Спартака, есть вероятность измены и предательства. Спартак этого не хотел, и он очень осторожно в этом вопросе поступал. Ну и, наконец, он, чтобы не совращать умы рабов, которые устали жить в таких ужасных условиях, он запретил держать в войске золото и серебро. Таким образом, восстание было очень аскетичным. Восстание было прямо-таки спартанским. Как мы с вами обсуждали, спартанцы очень и очень аскетично жили, очень и очень аккуратно, небогато. И вот таким же было и восстание. Ну и, наконец, поговорим о том, куда двинулся дальше Спартак. С юга Италии Спартак решил идти на север к Альпам, чтобы перейти через Альпы, убежать буквально из Рима и просто освободить рабов. Он понимал, что бороться за какое-то уравнение в правах с римлянами невозможно. Как минимум на данный момент. Поэтому Спартак решил просто увести все эти толпы, которые у него получилось собрать. Тоже очень правильное, как мне кажется, решение. Очень осторожное решение в данной ситуации. Однако во время похода к Альпам войско Спартака разделилось. Часть, большой отряд войска принял решение идти на Рим. Все-таки были там такие романтики повстанцы, которые считали, что есть возможность спасти всю Римскую Республику и добиться уравнения прав с римлянами. Этот отряд попал в окружение войск рабовладельцев и был уничтожен. Спартак же отомстил за уничтожение своих собратьев тем, что разбил армию, которой командовал сам консул. Это очень серьезная заявочка, и после этого у Спартака был открыт путь к Альпам. Но Спартак принял иное решение. Он решил двигаться на юг Италии, в сторону острова Сицилия. Для чего это нужно было? Считалось некоторыми историками, что Спартак ощущал свою силу и возможность освободить десятки тысяч рабов, которые томились на территории Сицилии и основать на Сицилии собственное государство рабов, не пуская туда, разумеется, римлян. Вот такая идея, такая теория есть в исторической науке на данный момент. Прямо у берегов, соответственно, у границ Апеннинского полуострова, рядом с Сицилией необходимо было Спартаку и его восставшим перебраться на корабле через, соответственно, водоем. Однако, пираты, которые согласились якобы за деньги, за золото перевезти всех рабов, забрали золото и обманули Спартака. После этого начинается самый тяжелый период восстания Спартака. С одной стороны, к Спартаку подходит уже огромная армия римских легионеров под главенством полководца Краса. Сам Крас был очень богатым рабовладельцем, разумеется, он хотел этих рабов как надо проучить. Так вот, с одной стороны, Спартак и его войска были прижаты к, соответственно, границы Апеннинского полуострова войсками Краса, с другой стороны, они были стеснены водой. И здесь восставшие попытались в Наско расколоченных плотах переплыть, соответственно, водоем в сторону Сицилии. Однако, буря разбила плоты. И единственное, что оставалось Спартаку и его восставшим, это бороться против Краса. Против Краса побороться не удалось. В 71-м году до нашей эры происходит решающее сражение. Крас разбивает войска Спартака, и после этого Спартак погибает во время одной из стычек. После смерти Спартака войско его восставших распалось, и у них ничего уже не выходило. Крас одолел их, и после этого максимально жестоким образом рабовладельцы поступили с восставшими. Только вдумайтесь, 6 тысяч рабов были распяты вот так на крестах на дороге от Капуи до Рима, чтобы ни один раб после этого даже и не подумал восставать. Вот так жестоко заканчивается восстание Спартака, и заканчивается наше занятие на сегодня. Спасибо за внимание, и до встречи!